О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшем часе. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Ряд крупных задержаний произвели антикоррупционщики в разных регионах Казахстана. Общая сумма незаконно полученных чиновниками доходов составила 50 миллионов тенге. Во взятке уличили заведующего отдела образования одного из районов Казалардинской области. Ее подозревают в получении отката от индивидуального предпринимателя в размере 3 миллионов тенге. 26 тысяч долларов пытался заработать следователь в Алматы. Такую сумму был готов выплатить директор компании за прекращение уголовного дела по факту мошенничества и хищения веренного ему имущества. По всем фактам проводятся проверки. Дело о миллиардных хищениях в Астане ЛРТ передано в суд. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Специалисты недосчитались около 6 миллиардов, выделенных из бюджета на реализацию проекта легкорельсового транспорта. Перед законом должны ответить 7 должностных лиц. Двое из них сейчас в международном розыске. Это экс-заместитель Акима столицы Канад Султанбеков и председатель правления компании Талгат Ардан. В интересах следствия иная информация о разглашении не подлежит. Пенсию по эффективным документам оформили на себя трое казахстанцев и на протяжении 17 лет исправно получали выплаты. Эти факты вскрыла антикоррупционная служба. Дело лжепенсионеров дошло до суда и в итоге в ближайшие годы они проведут за решеткой. Их приговорили к внушительным срокам от 8 до 16 лет. В общей сложности с начала года в сфере соцобеспечения правоохранители выявили около 90 коррупционных нарушений. 74 дела направили в суд. Наказаны 18 должностных лиц. Туркестанская область погрязла в мусоре. По снимкам из космоса специалисты насчитали свыше 260 стихийных спалок. Со слов экологов, виноваты в этом не только жители, но и местные власти, которые не решают вопрос с мусорными полигонами. По области их всего 30 на 900 населенных пунктов. В районные городские акиматы направлено без малого три сотни обращений с просьбой ликвидировать несанкционированные свалки. Результатов нет. За бездействие оштрафованы 26 чиновников. В их числе сельские акимы и специалисты различных ведомств. Мы направляем письма местным исполнительным органам, чтобы они решили проблему. Но пока никакие меры с их стороны не принимаются. В связи с этим мы готовим документы для привлечения к дисциплинарной ответственности заместителей Акима Форда-Басинского и Сузакского районов. За последние 30 лет уровень воды в Урале снизился в три раза. На отдельных участках сейчас глубина не превышает и двух метров. По словам специалистов, это сказалось на количестве рыбы. Не идет на пользу местной фауне и промышленный вылов. Андрей Деменок расскажет. Урал сегодня больше напоминает оживленную дорожную магистраль. Только вместо автомобилей здесь скоростные лодки, шум от винтов которых слышен за сотни метров. Причем не только людям. От них же идет звук, а рыбе нужен покой. Вообще река Урал, она как роддом. Чисто роддом. Сюда не рестятся, значит, заплывают, не рестятся еды десятиковые рыбы и отетровых пород рыбы. Из-за деятельности человека, по словам специалистов, в последние годы большинство представителей местной фауны меняют свои маршруты. И касается это не только рыб. Еще 40 лет назад здесь, на этих берегах, обитали дикие кабаны. Сюда прилетали розовые фламинго и приплывали тюлени. Сегодня о таком многообразии, конечно, не может идти речи. Первыми о проблеме заговорили сами рыбаки. Однако отказаться от своей работы, разумеется, никто не захотел. Рыбный промысел для большинства этих мужчин – единственный источник дохода. Нужно расширить русло реки. Мы чувствуем на себе, что рыбы стало меньше. Меньше и воды сейчас. Откуда здесь хорошие рыбы взяться? А это пункт приема морской рыбы. Сюда, с Каспи, ее везут на тех самых скоростных лодках. Здесь рыбу взвешивают, погружают в специальные боксы со льдом и отправляют на переработку. Приемный пункт у нас с 9 утра до 5 вечера. Сколько примерно за рабочий день вы можете принять? Ну, в зависимости от погоды, конечно, потому что погодные условия тоже играют немаловажную роль. Но в среднем от 2 до 5 тонн. В последние годы рыбную отрасль в Атараусской области пытаются реанимировать выращивание мальков на специальных рыбных фермах. Только выживают в дикой среде лишь единицы. Одни становятся жертвами хищных рыб, другие умирают из-за отсутствия питания. Река раньше была полноводная, много воды было. И когда много воды, течение у нас было сильное. Обычно рыба-то идет на течение. И если будет много воды, полноводная река Урал, как была раньше, да и рыба будет. Специалисты инспекции, общественники и простые рыбаки сходятся во мнении, что увеличивать популяцию рыбы нужно именно за счет повышения уровня воды. Причем делать это необходимо на межправительственном уровне. Так как из года в год основные водные объемы Урала остаются на водохранилищах приграничных регионов Российской Федерации. Андрей Деменок, Тимирлан Султангазиев, Хабар-24, Атарау. Ситуация с птичьим гриппом в Североказахстанской области стабилизируется. Всего в области погибло больше 200 тысяч пернатых, в том числе 16 тысяч в частных подворьях. В 29 населенных пунктах, признанных очагами инфекции, продолжается изъятие и уничтожение больной и павшей птицы. Дворы дезинфицируют вакцину. Получили больше 300 тысяч птиц. Еще в 8 селах ждут ответа из столицы. Там в лабораториях восстанавливают причину гибели пернатых. Наблюдается динамика снижения падежа. С 29 числа 395 голов и по 2 октября до 85 голов снижения наблюдается. То есть ежедневно идет динамика на снижение. В Туркестанской области пока не планируют открывать скотные рынки. Эпидемиологическая ситуация в регионе нестабильная, поэтому основные карантинные мира останутся в силе. Об этом сообщили в Департаменте контроля качества товаров и услуг. Специалисты считают, что владельцы скотных базаров не смогут в полной мере обеспечить санитарную безопасность, как продавцам, так и посетителям. Отмечу в регионе около 30 животноводческих рынков. Есть определенные правила. Например, когда на продажу скотину привозят из другого региона, она должна пройти осмотр ветеринара, а затем отправиться на недельный карантин. Такие правила соблюдают не на всех базарах, а это уже риск распространения заболевания. Наша же цель – не допустить этого. В Казалардинской области как минимум на полгода задержан запуск птицефабрики «Кармакши-Кус». Промышленный объект строят в рамках второй индустриальной пятилетки. И первая продукция должна была появиться на прилавках уже к Новому году. Однако этим планам, похоже, не суждено сбыться. Почему, выяснила Райхан Тожибаева. Строительство птицефабрики началось два года назад в селе Ахтубе Кармакшинского района. Шесть блоков на 240 тысяч кур, убойный и инкубационный цеха готовы. Но все производственные помещения пока пустуют. Нет оборудования. Заграничные партнеры из-за пандемии не могут доставить оборудование. Сдвигаются и сроки строительства внутренней инфраструктуры. На данном этапе к комплексу уже подведены электрические сети, водопровод и газ. Ждем поставку кабеля. Строительные работы закончим в октябре. Объект введем в строй в первом полугодии следующего года. Стоит инвестпроект около 2 миллиардов тенге. Четверть суммы в этом году выделили из республиканского бюджета. Построят водопроводные электрические сети. Как только объект ведут в строй, появятся не только рабочие места, но и новые производства. С открытием птицефабрики возникнет потребность в кормах. Для местных производителей это возможность создать новые производства и дополнительные рабочие места. Хозяйства готовы выращивать кормовые культуры, в том числе и влагосберегающие – сою, кукурузу, пшено. Мощность предприятия – полторы тысячи тонн мяса птицы в год. Достаточно, чтобы покрыть потребность региона в продукте. К слову, сейчас его производят три хозяйства и одна ферма. В целом же в области насчитывается около 124 тысяч домашних и 700 диких птиц. Случаев заболеваний среди них, по данным ветеринаров, нет. Дополнительного финансирования требуют дорожники Западно-Казахстанской области для завершения работ на участке трассы от Касталовки до границы России. Соединить отдаленный район с областным центром планировали уже к следующему году, однако вряд ли это удастся, говорят строители. Роза Сатканова попыталась разобраться в причинах. Ергулан Темиров занимается частным извозом. Услуги пользуются спросом, ведь добраться из Женебека до Уральска можно только на автотранспорте. Другого сообщения нет. Выезжает в город два раза в неделю. Преодолевает около 500 километров. Немалая часть из них – ухабы и ямы. Машина постоянно ломается. Приходится часто ремонтировать. Стойки, пружины каждый раз нужно менять. С каждым рейсом по 10 тысяч уходит на ремонт. В 2019 году дорогу все-таки начали ремонтировать. Жители обрадовались. Скоро будут ездить по новой трассе. Но ожидания не оправдались. В прошлом году подрядчики уложили всего 2,5 километра асфальта на первом участке. Столько же прокладывают и в этом. И еще 4 километра на втором участке. Протяженность трассы – 135 километров. В 2019 году началась работа по двум участкам. 85 километров они должны были до 2021 года завершить. В этом году работа идет, но из-за малого финансирования работа по асфальтирую идет медленно. Впрочем, дорожники обещают ускориться и даже уложиться в срок при выделении дополнительных средств. Выделено в 2019 году 1,5 миллиона средств. А в 2020 году около 1,5 миллиарда на три участка, указанные в автомобильной дороге. Иенсирован вопрос о выделении дополнительных средств, вынесено на рассмотрение РБК, получено одобрение. В 2021 году подрядчик приложит все усилия выполнения ремонтных работ, указанные сроки. Однако не только сроки, но и качество проводимых работ вызывает сомнения. Специалисты выявили грубые нарушения технологии укладки дорожного полотна. В дальнейшем они могут привести к выкрашиванию и разрушению асфальта, объясняют они. Отобрали 78 проб дорожно-строительных материалов. 9 из них не соответствовали нормативам. Был щебень, был ПГС. Несколько раз такие были. Они были забракованы и вывезены с участка. На километре 53,95 были выявлены ряд нарушений. Это отсутствие подгрунтовки при укладке асфальтобетонной смеси, что является нарушением технологии, влияет на качество. Они вводят асфальтобетон, смесь, с поселка Униге. И там при дальней воске необходимо накрывать самосвалы брезентовыми полагами, потому что там есть инородные материалы, это пыль, пилина, также влияет очень серьезно на качество. Из 23 нарушений 18 сейчас устранены. Выписаны предписания подрядчику. А технодзоры вовсе рискуют остаться без лицензии, поскольку, являясь представителем заказчика и отвечая за качество проводимых работ, допустила эти нарушения. Роза Тканова, Руслан Газизов, Канад, Махмудов, Уральск, Хабар, 24. Бюрократия и формальный подход стали причинами несвоевременной выплаты компенсации медработникам. Врачи в регионах чувствуют себя брошенными, заявили депутаты. Минздрав, по их словам, не защищает интересы тех, кто работал на передовой. Выплаты, положенные переболевшим ковидом, медики чаще всего вынуждены выпрашивать. Депутаты фракции Нуратан возмущены таким отношением. Почему профильное ведомство не проработало весь механизм выплаты, что стало причиной возможного срыва поручения президента? Эти вопросы они адресовали Алексею Цою. Мы ночевали, работали практически там всегда. Домой приходили только отдыхать, семью свою видеть. Комиссия не приняла мои документы, потому что нет больничного листа. А с ПЦР положительным анализом не утвердила. Можно ли восстановить справедливость в этой ситуации? У нас 10 врачей заболели, и нагрузка легла на нас. Мы тогда не думали о больничном листе, а о каких-то 2 миллионов. Мы думали о чести, о государстве, о своих семьях. И таких врачей, как Мухит Туланов, больше 12 тысяч. Все они подали заявки на обещанную им государством социальную выплату. Переболевшим коронавирусом медработникам положено по 2 миллиона тенге. Семьям погибших врачей от опасной инфекции по 10 миллионов. Но эти выплаты дошли далеко не до всех. По цифрам, которые привел спикер Мажелиса, руководитель фракции Нур-Отан Нурлан Нигматуллин, лишь 14% от общей численности заболевших медиков получили выплаты. Тем временем у Минздрава статистика намного радужнее. Всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 830 человек. Из них поступило и рассмотрено региональными комиссиями 8 333 заявки или 65%. По заболеваемости, ковидом и пневмонией при осуществлении профессиональной деятельности. Компенсацию получили 3603 медицинских работника, что составило 88% из числа принятых заявок, которые были подтверждены Минздравом и Минтрудом, или 43% от общего числа поступивших заявок. Красивые цифры были подбиты буквально за 10 дней. Депутаты Мажелиса проанализировали, что за 6 месяцев было подано 2475 заявок, а за время подготовки к сегодняшнему заседанию, то есть за неделю, принято больше 1500 заявок. Рост более чем в полтора раза, количество выплат увеличилось в два раза. По словам спикера Мажелиса, оперативнее и качественнее в Минздраве начали работать перед большим разбором полетов. В период пандемии коронавируса решения, прежде всего, государственного аппарата должны быть крайне оперативные, должны быть профессиональные. На это всегда обращают особое внимание лидер нашей партии Ельбаса, на это всегда обращает внимание глава нашего государства. Но то, что мы имеем сегодня с выплатой, вернее невыплатой, компенсацией всем заболевшим врачам и семьям погибших от коронавируса медиков, это результат непродуманного подхода, отсутствия четкого взаимодействия министерств социального блока. И сейчас очень важно исправить все допущенные ошибки, чтобы выполнить поручения президента страны по поддержке медицинских работников в период пандемии коронавируса. Из-за бюрократии на грани срыва поручения главы государства. Как оказалось, многие, приболевшие ковидом врачи, не смогли получить одобрение региональной комиссии. А все дело в том, чтобы получить компенсацию, нужно заполнять так называемую карту эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания. Прописанные в ней требования были утверждены еще пять лет назад. Есть такие, которые вообще никак не связаны с коронавирусом. Переболевшие должны были собрать 43 приложения. Их можно сократить до 9, предложили депутаты. Сегодня доказать, доподлинно, от кого заразился работник, вообще невозможно. В случае, если работник не на рабочем месте заразился, он автоматически лишается всех этих выплат. И таких медиков много. Но, может быть, так, что работник заразился по дороге на работу или по дороге домой с работой. Как вот в таких случаях вы поступаете? Для этого проводится эпидемиологическое расследование санитарной службой и определяются возможные источники заражения. Действительно, есть сложные моменты, есть моменты, которые можно определить. Например, сроки, когда заболели члены семьи, допустим, когда они у нас фиксируются раньше, чем этот сотрудник заболел на работе. И другие моменты есть. То есть эпидрасследование определяет цепочку заражения, кто первый по этой цепочке заболел и с какого места. Но есть моменты, которые сложно, в том числе в эпидрасследовании определить. Я согласен, мы над этим будем работать. Еще одна причина – формальный подход. По словам народных избранников, региональные комиссии не справились, потому что с них не требовали. По мартовскому приказу Минздрава к апрелю должны были создать 17 региональных комиссий. Но на деле работали только пять. Еще четыре начали принимать заявки лишь в мае. А в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях комиссии заработали в августе. А ведь в этих регионах была самая сложная эпидситуация. Согласен с замечаниями депутатов и заместитель премьера министра Яралы Тукжанов. Я считаю, что очень важное и нужное собрание прошло. Мы все проблемы вместе обсудили. За эти два-три дня проработаны механизмы. Знаем, в какую сторону идти, как решать и над чем работать. В течение месяца все замечания учтем. И придем снова с отчетом. Согласно правительству и замечаниями депутатов, что министерства социального блока не работают в тандеме. Каждый сам по себе критикуют народные избранники. А Минздрав порой и вовсе не знает, что происходит в региональных больницах. Депутаты встречались с врачами и медиками. Там настроение, будто их оставили один на один с опасной болезнью, жалуются врачи. В мажорист парламента поступило сотни жалоб. Минздрав их не слышит. Ту открытость, которую сегодня демонстрирует парламент во взаимодействии с обществом, тоже проработает. Сегодня в парламенте пофамильно каждую цифру, каждый документ проанализировано. Я думаю, это очень важно. Сегодня это такой партнерский подход. В общество нуждается эта информация. Общество нуждается в этой поддержке. Мажорист сегодня действительно диалоговая площадка, считают эксперты, где не только обсуждаются, но и решаются конкретные проблемы людей и формат сегодняшней работы с участием всех сторон дал свой результат. Татьяна Ковалева, Динара Жанбатырова, Саят Рамазанов, Хабар-24. Умный модульный инфекционный госпиталь для детей открыли в Алматы. Он оснащен суперсовременными технологиями, которые позволяют врачам дистанционно наблюдать за пациентами. А еще здесь внедрена специальная система, которая оповещает медперсонал о резких изменениях в состоянии больных. Об этих и других возможностях уникальной клиники расскажет Асим Кощегова. Сложно поверить, что еще пару месяцев назад на этом месте был пустырь, а теперь целый модульный госпиталь для детей. Да еще какой! Все 8 отделений клиники могут работать автономно. У каждого свой отдельный вход. Это сделано в целях безопасности. Вся информация о здоровье пациента вносится в единую базу. Дальше работа умной системы. Она анализирует данные, оповещает врачей о тех или иных изменениях в состоянии пациентов. Также в данной клинике мы реализовали ряд IT-технологий, которые нам позволяют контролировать состояние пациента в круглосуточном режиме. То есть врачи, не выходя из своей ординации, могут наблюдать за теми или иными показателями пациента. Это позволяет нам, конечно, минимизировать, во-первых, лишние хождения внутри больницы. Это очень важно в официальном профиле. Всего в госпитале 300 койко-мест, из них 33 реанимационных. Все они оснащены точками кислорода. Кроме того, здесь имеются клиника диагностическая и ПЦР-лаборатории. Персонал клиники – больше 300 сотрудников. Ежегодно при подъеме заболеваемости остро-респираторной вирусной инфекции в нашем городе до 500 больных в больнице на стационарном лечении находятся. И данная модульная больница, она обеспечит разгрузить весь этот поток. Мы планируем город на два поделить. И четыре района – это Ауэзовский, Алатауский, Житесуевский и Наурзбайский район – дети с инфекционной патологией будут доставляться в эту больницу. И здесь будет оказываться первая медицинская помощь и дальнейшее лечение. Особое внимание здесь уделено вопросам биобезопасности. Так, все канализационные стоки проходят дезобработку и только потом попадают в общую канализационную сеть. Этапы обеззараживания проходят и медицинские отходы, прежде чем отправиться на полигон. Для этого на территории госпиталя установили специальную станцию. Асим Кощегулова, Хабар-24, Алматы. В АТРА уже почти два месяца простаивают две сотни новых автобусов на газу. Оказывается, им попросту не на чем ездить. В городе отсутствуют специальные заправки с метаном. Наш корреспондент отыскал предпринимателя, который, собственно, закупил эти транспортные средства. Потратил он на это 7 миллиардов тенге, только потому что чиновники обещали, что возьмут на себя строительство газозаправочного комплекса. Что пошло не так и когда автобусы все-таки выйдут на линию, расскажет Андрей Деменок. Вот так в начале августа в присутствии фотографов и журналистов руководство области и города презентовали новенькие китайские автобусы. Анонсировалось, что покупка транспортных средств уменьшит дефицит общественного транспорта и снизит вредные выбросы в атмосферу. Впрочем, имелась одна небольшая проблема. Ну, если до этого времени мы заправкой затянемся, я просто их переделаю в течение двух недель. К слову о том, что автобусный парк Ат-Трау нуждается в обновлении, в городе ни для кого не секрет. А потому сообщение о 170 новых единицах общественного транспорта горожане восприняли положительно, но с некоторыми оговорками. Если же они ходят, то, значит, мы думаем, что хорошие. А потом застревают, где-то что-то. Вот где желтые автобусы, которые вот взяли, там с музыкой и так далее, нету их. Потом какие-то синие, еще какие-то, еще, еще, все китайские. Нам нужны качественные. Проблемы особо не замечаем. Значит, единственное, что, можно сказать, с четверкой ходит крупный микрорайон Нурсая до рынка. Вот, там охватывают большую территорию, их бы надо побольше пустить. Я вот только на зеленых вот этих вот ездила. А зеленые это новые или старые? Зеленые, это, кажется, считается новые. Потому что я еще видела и похуже, синие, там какие-то белые, но они старые уже сразу видно. Цена каждого нового автобуса в среднем составляла около 40 миллионов тенге. Заказчик покупал их по лизингу на общую сумму более 7 миллиардов тенге. А вот эти самые автобусы, последняя партия сюда прибыла в Атарау около полумесяца назад, в августе. Состоялась та самая презентация руководства области. Время идет, а они так и продолжают стоять. Как выясняется, причина простая. Та самая небольшая проблема, о которой докладывали руководству области и города. А именно отсутствие заправок с метаном, которых в регионе попросту нет. Хотя до покупки автобусов, по словам одного из учредителей автопарка, им обещали, что заправка будет. Государство само должно было построить. Но я теперь не могу же, у меня ПРК лизинг, у меня лизинг еще. И я из-за этой заправки теперь не буду. И пришлось мне самому, как бы у нас два учредителя, мы пришлось самому, грубо говоря, войти в это все и самим надо делать. Почему? Потому что если их ждать, они до следующего года, эти автобусы будут стоять. По словам мужчины, рассчитывал он и на помощь крупнейшей в стране газоснабжающей компании. Тем более, что такая договоренность также была. А когда вы поняли, что КАЗ-Трансгаз Аймак не собирается строить заправку? Ну, это было буквально два месяца назад, когда мы им нашли землю. И сказали потом Аймак, вот выкупайте, потому что государство Акимат тоже не смог именно найти ту землю, где именно труба должна проходить, понимаете, тыщевка, чтобы от нее запитаться на метан. И они отказались. И все, я тогда понял, что ни к чему не придут и начал активизироваться сам. Сейчас предприниматель самостоятельно строит заправочный комплекс. Его стоимость около 660 миллионов тенге. Заработать он должен к концу осени. А это значит, что только тогда эти транспортные средства смогут наконец-то сдвинуться со своего мертвого места. Как и в целом эта история. Андрей Деменко, Монтай Матенов, Хабар 24. Новость о заражении коронавирусом Дональда Трампа отразилась на мировых фондовых рынках. Первыми о потерях сообщили на токийской бирже. Основной индекс, который потерял почти 1% на фоне сообщений США. В самой Америке также отреагировали на новость с снижением котировок. Мировые цены на нефть и котировки индексов NASDAQ и S&P 500 снизились на 2%. О потерях заявили и на европейских рынках. На индекс DAX влияет неопределенность. Была надежда на новый пакет экономических мер в Соединенных Штатах, но теперь есть опасения, что из-за карантина господина Трампа эти меры могут быть отложены. Но мы знаем, что такие инциденты носят только краткосрочный характер. Поэтому я не ожидаю большого ущерба для фондовой биржи. Киноиндустрия – одна из отраслей пострадавших в результате пандемии коронавируса. 80% ее прибыли генерируется благодаря функционированию кинотеатров. Опустевшие залы, вынужденная остановка кинопроизводства стали препятствиями для сферы. Известные кинематографисты в США обратились к властям за помощью. Они просят оказать поддержку бизнесу. Боятся не выдержать очередного карантина и владельцы кинозалов в России. Обо всем по порядку готова рассказать моя коллега Асиль Жанбарше. А между тем в Индии и Бразилии собираются вновь открыть кинозалы, несмотря на ухудшающуюся эпидситуацию в этих странах. Но вот обо всем подробнее через несколько секунд. Нолан Кэмерон Скорсезе и другие влиятельные американские режиссеры направили в Конгресс США письмо с просьбой помочь кинотеатрам пережить коронакризис. После их остановки в середине марта большая часть представителей индустрии во втором квартале этого года понесли потери в 75%. Несмотря на это, Голливуд продолжает откладывать осенние релизы, опасаясь неготовности зрителей к возвращению в залы. Если тенденция сохранится, то малые и средние кинотеатры попросту не выживут и будут вынуждены подать заявление о банкротстве и закрыться навсегда. А это, в свою очередь, приведет к безработице. По подсчетам экспертов, более 150 тысяч сотрудников останутся без доходов. Я чрезвычайно благодарен за поддержку со стороны наших отраслевых партнеров, а также талантливых и неравнодушных членов творческого сообщества киноиндустрии. Нельзя недооценивать ценность и значимость кинотеатров для общества, культуры и экономики. Из-за ухудшения эпидситуации российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию. Об этом заявили представители индустрии. По их словам, многие владельцы залов заключили краткосрочные контракты с персоналом, а также дополнительные соглашения с арендодателями, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина. Приостановить работу кинотеатров чиновники пока не собираются, но правила посещения залов предлагают ужесточить. Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. Пусть контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, сели в масках. А вот в Индии бизнесмены готовятся открыть кинотеатры после долгого карантина, но только в тех регионах, где эпидситуация находится под контролем. При условии, что в залах будут ежедневно проводить дезинфекцию, а посетителям во время сеансов будут в масках. Сначала эпидемия коронавирусом в стране заразились 6 миллионов человек, летальных исходов более миллиона. Сейчас мы ведем подготовку к открытию. Уже закупили средства для дезинфекции залов. Перед тем, как пропустить зрителя в зал, мы будем проверять температуру и наличие маски. Очень важно соблюдать правила, чтобы не допустить новых случаев заражения. Работа 200 кинотеатров возобновилась в бразильском Рио-де-Жанейро. Однако число посетителей ограничено. Кинозалы должны быть заполнены более чем наполовину. На входе у посетителей измеряют температуру и следят за наличием масок. Кинотеатры должны были открыться еще 14 сентября, но без традиционных кинобаров, где можно приобрести попкорн и газировку. Однако представители индустрии решили дождаться, когда ограничения будут сняты. Когда вы находитесь в кинотеатре, в темной комнате с большим экраном и тихой атмосферой, вас ничто не отвлекает. Вы можете погрузиться в историю и почувствовать себя ее частью. Я думаю, многие люди соскучились по кино и по этой атмосфере. Мы рады вновь принять зрителей. Главное – придерживаться всех мер предосторожности. В Новой Зеландии возобновились съемки «Властелина колец» после полугода. Простое. Решение о возвращении к работе было принято после того, как количество заражений коронавирусом в стране снизилось до минимальных показателей. В результате власти сняли почти все ограничения для приезжих кинематографистов, сохранив необходимость тщательной проверки здоровья и соблюдения санитарных норм. А вот Каннский кинофестиваль, отмененный весной из-за пандемии, все-таки пройдет, но в сокращенном формате. Его планируют провести в конце октября. По словам организаторов, за три дня они хотят показать всего 4 из 56 фильмов официальной программы этого года. Вера, вот так вот коронавирус повлиял на киноиндустрию. У меня на этом все. И в нашей стране тоже. Надеемся, что скоро правительство примет решение с 30-процентной загруженностью. Возможно, кинотеатры заработают. Ну, увидим. Спасибо. С международным блоком была с нами Асиль Жанбарше. А мы перейдем к другим темам. Оснастить казахстанскую армию современными средствами радиационной и химической защиты поручил президент страны министру обороны Нурлан Ирмигбаевым. Также Касымжума Артукаев заявил о необходимости укрепить военно-транспортную авиацию, инженерные войска, а также уделить внимание развитию инфраструктуры. Верховный главнокомандующий вооруженными силами заслушал доклад о состоянии боевой и оперативной подготовки армии. Министр рассказал о прохождении осеннего призыва и проведении миротворческих учений Алматинской области. Касымжума Артукаев дал поручение, касающееся развития международного военного сотрудничества, кадровой политики и подготовки к зимнему СИЗО. К концу года завершится перевод сотни учебников на казахский язык в рамках программы Рухани Жанхыру. О том, как ведется эта работа, президенту рассказал член Национального совета общественного доверия. Рауан Кинжиханулэ также предоставил главе государства отчет о работе по переводу произведений Абая на 10 языков в рамках мероприятий, посвященных 75-летию классикам. В ходе беседы обсуждали и другие вопросы, в том числе касающиеся протилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы сферы перевода и темы науки. Президент Казахстана поздравил нового эмира Кувейта со вступлением на престол. Касымжум Артукаев направил телеграмму шейху Навафу Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Асабаху по случаю его назначения на высокий пост. Глава государства отметил, Кувейт – сильное государство с прогрессирующей экономикой и растущим благосостоянием народа. Далее цитата. «Решение о вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке вашей семьи и соотечественникам вашего беззаветного многолетнего служения, военно-процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в ваших будущих совершениях на благо своей страны». Президент пожелал достижения высоких целей и подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество на благо народов двух стран. Клуб молодых экспертов создали при Сенате. Глава Верхней Палаты парламент Амулина Шимбаев встретился с его участниками и отметил, ключевая задача на предстоящий период – законодательно обеспечить все инициативы, отраженные в послании президента. Он добавил, реформы в сферах не могут происходить разрозненно и призвал использовать нестандартные решения. В свою очередь, участники клуба поделились своими идеями. Не случайно, что глава государства в своем послании народу Казахстана, которое было озвучено здесь в парламенте 1 сентября, если вы помните, он начал с реформированной системы госуправления. В целом не с экономики, не с политики, а с реформирования госуправления. Это говорит о том, что глава государства именно этой сфере сегодня уделяет очень много внимания, обозначает ее как одну из самых приоритетных для нас. И в послании были изложены ряд мер, что нужно делать в предстоящий период. В Алматы второй день проводят предварительный внутрипартийный отбор кандидатов. В Праймерис только по Алатаускому району города от партии Нур-Атан участвуют 22 кандидата. Отбор впервые проходит в онлайн-формате. Как рассказал наблюдатель от партии, эта компания выявила большое число молодежи, желающих пойти в политику немало среди участников и женщин. Все потенциальные кандидаты предлагают свое видение модернизации страны и улучшения качества жизни людей. Праймерис завершится завтра в 2 часа дня. Я хочу заметить, что именно данные выборы проходят очень активно. Вы сами видите ежедневно в социальных сетях, что сейчас очень модно. Можно каждый день заметить, идет большой обзор по поводу проведения Праймериса. В нашем районе практически никаких замечаний. И в ходе агитации, в ходе этих выборов не было. Первая бесконтактная автозаправочная станция крупнейшей сети АЗС Казахстана открылась сегодня в Алматы. Теперь автолюбители будут заправлять свои машины без участия оператора-кассира. Это повлияло на стоимость горючего. Оно здесь стоит дешевле, чем на других АЗС. Подробнее расскажет Шапогат Куатбекова. Новую автозаправочную станцию построили на одной из оживленных трасс в Кульжинском тракте. АЗС полностью автоматизирована. Поэтому автолюбителям не нужно стоять в длинной очереди. Достаточно выбрать на экране терминала, нужный вид топлива и вставить пистолет-бензобак. Заправка займет всего пару минут. А главное, бензин марок АИ-92 и АИ-95 и ДИС-топлива здесь стоят дешевле, чем на других станциях. Здесь практически на 7 тенге ниже, чем на любой автозаправочной станции. Естественно, для личного семейного бюджета это очень хорошая скидка. Если заправляешь 20 литров, уже экономишь 140 тенге. Мелочь, но приятно. Впечатление очень положительное, очень удобно. Не контактируешь с людьми. То есть, конечно, быстро, дешево, удобно и безопасно. Первое время здесь будет работать оператор. Он поможет водителям освоить цифровой формат АЗС. А потом им придется справляться самостоятельно. Но в условиях пандемии бесконтактная станция – это лучшее решение, говорят автолюбители. На сегодняшний день это первая заправка под новым брендом «Казахойл». В будущем все наши автозаправочные станции под брендом «Казбунайгаз» будут ребрендироваться под новый бренд «Казахойл». Бесконтактная АЗС – пока пилотный проект. Если новшество приживется, то такие станции появятся по всей стране, говорит руководитель компании «Казахойл». В Жаксонском районе Акмолинской области активно реализуют государственные программы «Янбек» и «Дорожная карта занятости». Там модернизируют объекты социальной сферы, а сельчане становятся успешными бизнесменами. Все подробности в следующем материале. Наталья Катюба несколько месяцев сидела дома без работы, а потом решила воспользоваться госпрограммой «Янбек». Получила льготный кредит 555 тысяч тенге и открыла в селе первую детскую игровую комнату. Мы своих внуков постоянно возим куда-нибудь, то, как читав «Ого-го» в игровой, потом «Атбасар» мы постоянно возим. А получилось так, зима холодная была, мы не выезжали, и тут карантин, а дети все время просятся и просятся куда-нибудь. Ну и мы с дочерью сидели, и вот так у нас пришла такая идея. Реализация госпрограмм позволяет изменить не только жизнь одного конкретного человека, но и целых населенных пунктов. К примеру, в поселке Подгорное по дорожной карте занятости модернизировали сельский клуб. Обошлось все это в 24 миллиона тенге. В этом году у нас сделали фасад здания, сделали огорождение частичное. В прошлом году еще перекрыли нам крышу полностью. Мы очень рады. Люди тоже рады, что теперь в клубе так красиво у нас. Еще один значимый проект Жаксинского района – это строительство плотины. Из областного бюджета на эти цели было выделено 148 миллионов тенге. Уровень воды поднимается и смывает нашу данную вот эту плотину. Эту плотину ежегодно мы восстанавливаем год за год, каждый год. И второе – это угроза в Есейском районе, есть поселок Ленинский, где проживает 200 человек. Если бы эти плотину смоют, вода уйдет, то есть угроза для населения. Поселок может отстаться под водой. Высота плотины – 15 метров. Здесь будет 7 водоводов. Сдать объект планируют до конца месяца. Нургуль Ахметова, Евгений Шинкаренко, Хабар, 24, Акмолинская область. Агентство Хабар поздравляет педагогов с наступающим профессиональным праздником. Учителя, привлеченные к съемкам телеуроков, получают цветы и слова благодарности. А еще делятся впечатлениями от работы перед камерой. Все подробности у наших корреспондентов. Гримерка, стилист, профессиональный макияж, притч. Вот она, подготовка к телеуроку. Учебный кабинет переоборудован в телевизионную студию. Наталья Пороскон преподает информатику уже 25 лет. Но признается, перед камерой работать непросто. Детьми в этом отношении нам, конечно, привычнее. Мы уже сроднились, все стали одной большой семьей со всем коллективом съемочной группы. Приятно, что за тобой так ухаживают, укладывают, накладывают грим. В новой роли себя интересно почувствовать. Над телеуроками работает большая команда, в составе которой учителя, операторы, режиссеры, продюсеры и монтажеры. Сегодня в перерывах между съемками педагоги получили поздравление с профессиональным праздником от агентства «Хабар». Хочется выразить благодарность сотрудникам агентства «Хабар» за хорошую организацию процесса съемок, за хорошее понимание, за плодотворное сотрудничество вместе с педагогами, с экспертами и с нами, сотрудниками Академии. Это очень сложно. Не всем сразу удается снять качественный урок в плане технических возможностей. Второй месяц съемок, поэтому многие учителя уже практически асы. Телеуроки записывают в восьми студиях. В день съемочная группа успевает подготовить 12 уроков. За два месяца уже отснято больше трех с половиной тысяч выпусков. Хронометраж каждого от 10 до 15 минут. Их будут транслировать в первой и во второй четверти по заказу Министерства образования при поддержке агентства «Хабар». Завершение погоды. В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки. Воскресенье с севера и северо-запад, а с началом следующей недели центр и восток страны будут находиться под влиянием циклона, который принесет дожди, переходящие в снег. Остальная территория республики будет под влиянием обширного антициклона, который обещает погоду преимущественно без осадков. По всему Казахстану синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха, местами туман, усиление ветра. На севере, в центре и на востоке гололед и низовая метель. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова